Ух ты, смотри, над Швейцарией летим. Осенью там, наверное, красиво, и ехать нам недалеко, быть может. Да-да, это снова мой друг. Мои друзья, ау, где вы? Который 15 лет назад жил в Таганроге, а потом где только не жил, но уже год как живет в Сан-Франциско, и случайно оказался в Швейцарии. А Швейцария случайно оказалась так близко к нашему дому. Недолго думая, мы арендовали жилье, да не простое, но об этом чуть позже, и отправились навстречу к Вове, его спутнице и прекрасным видом. Мы выбрали самую короткую дорогу. Первая остановка. Внимание, так говорит навигатор. Маршрут пролегает через платные участки дорог. Все, Вер, чао. Во Франции заплатить за дорогу можно прям на трассе, а вот в Швейцарии на въезде в страну придется купить виньетку, чтобы пользоваться автобаном. Стоимость 40 швейцарских франков. Виньетка действительно с 1 декабря предыдущего года по 31 января следующего года. Так что надеемся приехать еще. Зря что ли купили? Через 4 часа прибываем на место. Здесь нас встречает красивая осень. И мы приехали в Швейцарию. Город Базель. Первый раз. Вообще первый раз в Швейцарии. В общем, идем гулять, смотреть и еще встретимся с другом из Таганрога. Культурная пауза, давай. Город Базель называется культурной столицей Швейцарии. Здесь очень много разных музеев. Сомневаюсь, что мы, конечно, не пойдем в какой-то. А еще здесь очень много культовой архитектуры современной. Поэтому, наверное, что-то увидим. Музеев здесь действительно много, на любой вкус. Гугл говорит, их в городе больше 40. Мы ожидаемо не посетили ни один. Да и с объектами современной архитектуры, которые хотела посмотреть Аня, не сложилось. Но прогулка и без этого получилась душевной. Знакомство с городом начинаем с кварталов района Сент-Люис-Албан. Узкие средневековые улочки с плотной исторической застройкой здесь пронзаются городским каналом. Интересный объект. Старая зерновая мельница. В 1453 году здесь была открыта бумажная фабрика, а сейчас действует музей. Выходим к живописной реке Рейн, которая делит город на две части. Здесь можно увидеть самый старый и самый красивый мост города. А еще покататься на традиционной паромной переправе, чего мы не сделали. С набережной можно увидеть одну из главных достопримечательностей города. Кафедральный Мюстерский собор Базеля, который своими двумя башнями формирует облик города. Начнем осмотр с усыпальниц. Вход бесплатный. Билеты нужно будет купить, если вы захотите подняться на башню и осмотреть город с высоты. Бывшая епископская церковь сегодня протестантско-реформатская. Была построена между 1019 и 1500 годами. В романском и готическом стиле. Сложная история строительства охватывает более 500 лет. Перед собором расположена соборная площадь Мюнстерплац. На ней следует опасаться Микки Маусов, которые обязательно попросят монетку за фотографию. Итак, следующая достопримечательность. Безусловно, одна из самых красивых и ярких зданий Базеля – его ратуша. Не стесняйтесь заходить внутрь. Во внутреннем дворике есть на что взглянуть. Нас впереди ждал сюрприз. В целом, исторический центр Базеля с его узкими мощеными улочками, средневековыми церквями и старинными домами произвел на нас приятное впечатление. За строгими парадными фасадами здесь скрываются теплые и уютные дворики. Главное – не забывать заглядывать внутрь. И это касается не только улиц. Ах да, конечно, мы встретились с Вовой, познакомились с Аней, очень душевно поболтали. Спасибо вам, надеемся на более частые встречи. А нам, конечно, хотелось увидеть другую Швейцарию с ее озерами и горными пейзажами. И хоть в запасе для этого у нас были всего одни выходные, мы решили не упускать этой возможности. Для ночевки первого дня мы нашли недорогое жилье в Германии, близко к швейцарской границе. Ночная дорога туда ночью через лес по серпантину оказалась немного пугающей, особенно при отсутствии какой-либо связи. Но по приезду нас ждал гостеприимный хозяин домика Игорь из Казахстана. И утром нам открылся чудеснейший пейзаж на лес. И эта осенняя дорога была очень даже красивой. Утро следующего дня. Аня все пытается позировать. Подсказывай. Что есть? Просто в постели красиво, больше ничего. Подсказывай. Ладно, вот они просто красивые молчаливые кадры. Ну а мы прибываем на место нашей самой необычной ночевки. И нет, это не палатка. Чуть комфортнее и интереснее. Будем спать в бочке. Экскурсия от Веры. Расскажи, что тут у нас? У нас тут кровать, лестница. Вот здесь у нас двоих кровать. Вот эта кровать. Ты где будешь спать? Вот тут. Тут? Да. Не боишься упасть? Нет. Ну хорошо. А там что в окошке у нас? Там. Донатная дорога. Что еще? Палатка. Ага, еще что? И папинка такая. Ой, глянь, кто-то на скейте поехал. На электрическом. На электрическом. Вон. Все это, конечно, хорошо. Но где туалет, спросите вы? А душ? Здесь у нас туалет. Сразу скажу, внутри тепло и комфортно. Только ламы шумят за стенкой. Да, здесь живут ламы. А вот и они. Привет, ламы. А вот это вот наш туалет и душ. Душ в палатке. А где же кухня? Оходная кухня. Та-дам. А вот за использование гриля нужно положить в 5 швейцарских рублей. Приступаем к приготовлению обеда. Есть? Так надо, Вер. Пока обед готовится, можно и полетать. Вер. Субтитры создавал DimaTorzok Кажется, готов. Обед с прекрасным видом. Приятного аппетита! После еды выезжаем в надежде увидеть снежные вершины не в тумане. Не получается долго проехать без остановки. Едешь и за каждым поворотом хочется остановиться и что-то снимать. Здесь прям не могли. Не могли проехать мимо. Водопад. О, зрители. Коробки. И Швейцария. Как всегда. Аааааа, у вас мокрый носик. У-у-у-у! Красиво? Зеликолепно. Приехали в городок Энгельберг, хотели смотреть вот такую красоту, но погода нам не позволяет, догадываемся, что где это там, снежные вершины, но, увы, наверное, поедем в Люцерн. И кое-что становится видно. Сейчас Саша долетит. Энгельберг, в переводе с немецкого Ангельская гора. Небольшая деревушка в долине Междуго. Практически единственная достопримечательность здесь, это вот этот Бенедиктинский монастырь. Благодаря находящейся здесь горе Титлес, город стал всемирно известным горнолыжным курортом. В ясную погоду здесь шикарные виды. Ну что ж, надеемся, снежные вершины еще ждут нас впереди. Но сейчас вокруг лишь загадочный туман. Перемещаемся в Люцерн. Древний город с удивительно современным духом. Расположен на одноименном озере. Кстати, именно на это озеро открывается вид из нашей бочки. Люцерн богат достопримечательностями, и с ними стоит ознакомиться пешком. Ведь старый город – это небольшая пешеходная зона. Многие здания здесь украшены фресками или картинами, повествующими о предназначении здания или исторических событий, благодаря которым здание было построено. Визитной карточкой Люцерна является мост Капельбрюкин. Это самый древний деревянный крытый мост в Европе. Он был построен в 1365 году. Первоначально мост строился в качестве оборонительного коридора в составе городских укреплений. Длина моста 204 метра. Под коньком крыши размещается 111 треугольных картин, рассказывающих о важных моментах истории Швейцарии. У середины моста расположена восьмигранная кирпичная башня в Вассертур, построена на 65 лет раньше моста. Башня служила в качестве сторожевой башни, темницы, пыточной и пожарной вышки. Мост сильно пострадал в августе 1993 года от пожара, вспыхнувшего от непотушенной сигареты. Большая часть моста была разрушена, но мост быстро восстановили. Но следы пожара можно наблюдать до сих пор. А мы уже по ночному городу. Движемся в сторону любимой части любого путешествия, по мнению Веры. А, где тут на карусели? На карусели? Аттракционы. Кстати, раньше мы уже упоминали швейцарские франки, но сейчас скажем еще раз. Местная валюта – это не привычные нам евро, а швейцарские франки. Потому что Швейцария хоть и находится в Европе, но не является членом Европейского Союза. Таким образом, Швейцария во многом смогла сохранить свою идентичность, в том числе и своей валютой. Но не пугайтесь, в большинстве мест можно свободно расплатиться в евро, а на сдачу получить франки. И, конечно, можно расплатиться картой. Так что готовим монетки и погнали. После карусели отправились в нашу бочку. Вот так ночью уютно. На улице уже стемнело, уже практически ночь, 10 часов. И вот как это все происходит. Аня заправляет кровати. Ну, как в поезде. Всем доброе утро. Выходишь ты так из домика, а у тебя открывается вот такой прекраснейший вид. Вон, кстати, Аня с Верой идет. Ночь была комфортной, но не для всех. Вера отказалась спать одна, и поэтому они ютились с Аней на одной достаточно узкой кровати. Но я хорошо выспался. В бочке есть обогреватель. Было очень тепло, даже слишком. Время для кофе, завтрака и красивых кадров. Такой у нас будет завтрак. Веренностью говорим, что мы остались очень довольны этой ночевкой в бочке. Это то, что останется в памяти надолго. Я бы даже сказал навсегда. И мы с удовольствием бы повторили этот опыт однажды. Перед отъездом идем знакомиться с еще одними соседями, козочками. Также рядом с нашей бочкой расположился типичный швейцарский деревенский магазин. А вот это магазин. Приходишь, кладешь денежку и берешь, что тебе нужно. И это что-то невероятное. Здесь все на доверии. Можно самому взять молоко, сыр, яблочный сок или фрукты. И просто оставить деньги в ящике или в банке. Или заплатить в специальном приложении карты. Очень необычно. Впереди у нас пара часов езды до очень популярного и красивого места. Обещаем себе делать меньше остановок по пути. И у нас это почти удается. Первая остановка озера Лунгернер. Виды вокруг завораживают. Ни одна фотография или видео не может передать этой красоты. Бирюзового цвета вода, горные вершины, зеленые луга, коровки, уютные домики и умиротворение. Гугл говорит, что летом здесь комфортно купаться. Вода такая чистая, что ее можно пить. А вокруг озера есть пешеходная тропа длиной 11 километров. Но мы ничего из этого не попробовали. Холодно? Холодно. И снова не можем проехать мимо очередного шикарного вида. Этот шикарный кадр здесь для того, чтобы не забывать, какие они на самом деле путешествия с детьми. А вид этот открывается с обзорной площадки перевала Брюнинг, который находится на высоте 1008 метров. И соединяет центральную Швейцарию и Бернский Оберленд, куда мы и держим свой путь. Прибываем в точку назначения. Живописнейшая деревня, расположенная на высоте 802 метра в долине между отвесных скал с фантастическими видами. Лаутербрюнг. Это место часто называют долиной 72-х водопадов. Честно говоря, столько мы не посчитали. Мало, наверное, прошли. Но и того, что мы видели, достаточно, чтобы влюбиться и навсегда оставить в памяти это место. Что за красота такая стоит Лада Нива. Эти красоты поражали сердце ни одного путешественника. Говорят, Лаутербрюнг стал прообразом сказочного мира эльфов Ривенделла, знаменитой трилогии «Властелин колец» Столкина. Само название Ривенделл переводится как «Прорубленная долина», что прекрасно согласуется с ландшафтом Лаутербрюнга. Действительно, долина как будто вырублена в высокогорном плато. Отвесные скалы здесь возвышаются над зелеными лугами. Такой формой долина обязана леднику, стоявшему здесь очень много лет назад. Прямая трансляция в альпийский сбор. Какой у нее жаржалый язык. Вот еще один магазин с шикарным видом. Все на доверии. Денежку можно положить и взять вот сыр, мед. На этих красивых кадрах мы заканчиваем наше путешествие и свой рассказ о нем. Впереди нас ждет дорога домой. Мы еще не знали, что она окажется такой нервной. Потому что во Франции были проблемы с топливом из-за забастолов. Но это уже совсем другая история. Увидимся в следующем путешествии. Подписывайтесь на канал, лайки поставьте. Всем пока!